Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное. Вам здравствуйте! Поговорим о последних новостях. Срочные новости. Лёля уходит с ютуба. Да-да-да, вы не ослышались. И уходит она на неопределённый срок. Что же послужило этому всему? Лёлю доконали со всех сторон. Вы знаете, смотрю на неё, ребята, честно, но уже без смеха этот театр абсурда невозможно смотреть. 33 несчастья сыпятся на неё, да, как из рога изобилия какого-то. Вот они прямо эти 33 несчастья шагают с Лёлей в ногу со временем. Нога Лёли и нога 33 несчастья. Почему? Скорее всего, по той простой причине, что нельзя, да, вот так безнаказанно всё получать и ничего не отдавать взамен. Но это как хотите. Хотите бумеранг, хотите законы природы, но в любом случае воздаётся, да, каждому по делам и по заслугам его. И это факт. Когда Лёля кричит, что наказывает жизнь хейтеров, простите, ребят, но таких наказаний, которые получает Лёля, я не увидела ни у одних хейтеров, ни у кого из обзорщиков. А именно на Лёлю всё сыпет. Почему? Потому что всё-таки... Её, извиняюсь, можно, конечно же, приравнять, да, смело к мошеннице такой вот какой-то воровки, преступницы именно на доверие. Почему? Потому что, естественно, на доверии она с помощью симпатий, манипуляций разных выдуривает с людей деньги. Вот ей и прилетает. И пожалеть её? Нет, я жалеть её не буду. Я считаю, что нужно уметь просто вовремя остановиться и прекратить весь этот балаган, прекратить весь цирк. Потому что Лёля позорит всех. Лёля позорит многодетных, Лёля позорит фермеров, Лёля вообще позорит, да, само понимание слова «женщина». Потому что, да, коль ты замахнулся быть многодетным, коль ты замахнулся быть матерью, фермером, то веди себя достойно. Ребят, простите, но на просторах Ютуба я ни одного фермера подобного не встречала. Точно так же, кстати, как и многодетную мать. И следующее, что хочу отметить, конечно, Лёля во всём ролике начала рассказывать о своих бедах и как ей тяжело. Во-первых, она ничего не успевает, осталась вот тоже несколько дней без помощниц, и дистанционка её вымотала до изнеможения. Вот здесь у меня возникает вопрос. Предположим, да, она была бы замужем, Женя бы занимался хозяйством, её вывозом навоза, чисткой конюшен и тому подобное. Лёля бы находилась с детьми. Как бы она в таком случае всё успевала? Здесь же, да, у тебя есть человек, который помогает, строители строят. Да, помпухи сейчас на больничном, но сам факт. Отчего ты в изнеможении, честно, понять я абсолютно не могу. Тем более сказать, что там Лёля целый день куховарит, ребят, ну это просто смешно. Её объёмы готовки делает каждая хозяйка регулярно. Да, Лёля, конечно, утверждает, что её дети малоежки, но это пусть будет на её совести. Но сам факт, ничего сверхъестественного она не делает, чтобы она прям бедно до изнеможения упахивалась. Следующий момент с дистанционкой. Ребят, ну все проходили дистанционку, только дистанционка в городе и в деревне – это два разных момента. Почему? Потому что там всё-таки в городской школе учитель не может каждому ребёнку уделить внимание. Я тоже проходила карантин и тоже проходила дистанционку. У нас всё было совершенно по-другому. Интернет-уроки интернет-уроками, но за счёт того, что маленькие классы, нам звонил преподаватель одного ребёнка, второго, и разбирал ещё в телефонном режиме задание, чтобы понимать, справляется ребёнок или не справляется, вытягивает ребёнок или не вытягивает. И согласитесь, явно не была проблема в Лёлином случае, если кто-то из детей с чем-то не справляется, связаться с классным руководителем. И классный руководитель уверенно бы не отказал и не отвернулся. Но в случае с Лёлей она никогда не ищет лёгких путей. То есть она всегда идёт трудно поставленными задачами. Почему? Потому что, конечно, это очередной повод рассказать, как я устала и как я упахалась. Поэтому, ребята, ну не знаю, я в этот бред просто не верю, потому что тоже это всё прошло на собственной шкуре. Далее, конечно же, Лёлечка рассказала о том, что она выпадает на какое-то время и снимает последний ролик. На какое время, конечно, никто не определил. Почему? Потому что Лёле нужны ресурсы, чтобы именно питаться этой энергией и прийти к вам сияющей и удовлетворённой. Вот так вот всё у Лёля сложно и глобально. И когда она рассказывает, я работаю на истощение, на изнеможение, всё время возникает вопрос, Лёля, но чем ты в масштабе отличаешься от других женщин? То, что у тебя 10 детей, ну прости, у тебя маленьких детей не так много. И многие мамы сидят в декрете с двумя-тремя маленькими детками. Здесь же, ребята, я не знаю, такие заслуги, такие какие-то масштабы. Я уже молчу за всех людей, которые у неё в доме, да, суетятся и крутятся, чтобы помочь и облегчить её ношу. И вот где её изнеможение и от чего, ну вот действительно, сколько её наблюдаю, я не могу этого понять. Следующий момент, да, по поводу хозяйства. Я посмотрела Лёляну готовку и мне стало очень смешно. Вот эти банки, где она снимала сметану, буквально недавно Лёля тыкала банкой трёхлитровой и показывала, что полбанки вершка с каждой банки. То есть, кто не понимает, да, полбанки сливок с трёхлитровой банки. Я ещё удивилась, думаю, нифига себе, неужели джерси, это действительно такая сила и моща. То есть, я действительно удивилась количеству отстоя, да, в этой банке. Но сегодня я действительно улыбнулась, когда увидела, как она собирает сметану и поняла, что ничем джерси на самом деле не отличаются от обычных коров. То же самое количество сливки. Как вот такая рекламная баночка у Лёли получилась, честно говоря, даже не знаю. Но такое ощущение, что всё пособирала и в одну банку напихала, чтобы показать, какие у неё волшебные-волшебные коровы. Но вы знаете, ребята, про удои, да, с этих коров, я вообще молчу. То есть, пока Лёля делала бла-бла, у неё на столе стояло два ведра по полведра, даже меньше, чем по полведра. И объективно, ну, это две банки молока максимум. С учётом того, что у неё, в принципе, первая корова отелилась не так давно, это в хозяйстве у неё появилась ялта-тёлочка, а бычок вообще, в принципе, да, там, ну, вообще недавно появился. То есть, у таких супер-удоев, да, возможно, где-то есть жирность, но супер-удоев никто не описывал. Но в случае с Лёлей, ребята, это же понятно, да, самые лучшие волшебные коровы. И вот действительно парадокс в том, что где молоко? С учётом того, что осталась одна молочная ялта, которая дают, какая же там у Лёля доза? По-моему, 4 литра в день. То есть, прикиньте, её реальные удои. Удоев этих нет. Точно так же, как и продуктивности. И, кстати, я думаю, что, скорее всего, на этой теме, вот это тоже было одной из причин её ссоры с Наташей, когда она точно так же, как и зрителям, навешала Наташу лапши, какие-то супер-коровы. А по факту, все мы прекрасно видим её реальный удой. Нет там никакого молока. Поэтому, ребята, ну, согласитесь, две банки утром, но пусть в лучшем случае ещё две банки вечером, четыре банки – это вообще просто ни о чём. То есть, вы меня извините, обычные беспородные коровы, да, как говорят, дворовые, дают по ходу молока поболее, чем Лёлины Джерси, только питаются обычной едой, без всяких комбикормов, обычным размолом, то есть, ну, обычными зерновыми. А здесь ещё посчитайте, вваленные в эти 6 литров молока пурины, плюс зарплата помощникам, плюс коммуналка, плюс физическая нагрузка. То есть, вообще просто ни о чём. Но в этом, опять-таки, вся Лёля. Следующий момент, да, ребята, посмотрела, конечно же, приготовление еды. Всё, здесь это сделала мой вечер, я была под столом. Как Лёля лихо разделалась двумя курами. Это что-то. То есть, целую курицу она шандарахнула в бульон, в мультиварку. Ну, да ладно. Объёмы пищи Лёлиных вообще, это просто за гранью. То есть, на 11 человек особо нечего есть. И с этого варится бульон. Но все мягкие части, как правило, оставляются для приготовления. В случае с Лёлей, наоборот, одну курицу в суп шандарахнула, а вторую разделала вместе с спиной, которой, в принципе, есть нечего. То есть, мяса там нет. Шея и начала мариновать. Вот здесь мне стало смешно. И хотела сказать, Лёля, как ты разделишь эту курицу на 11 человек? Покажи, пожалуйста, мастер-класс. Очень хочется за этим понаблюдать. Ну, то есть, представьте, из 11 человек четверо взрослых. Сергей Петрович, Помпухи и Лёля. И как бы 7 детей. С этих 7 детей Алексея уже можно точно так же смело приравнять к взрослому. То есть, как они её поделят, хочу даже увидеть и пронаблюдать. Но Лёля в этом случае тоже не заморачивается. Всем хватит. Следующая ситуация после этого всего, да. Лёля, конечно, сказала, что не думает надолго выпадать с YouTube. Вот здесь мне хотелось отметить следующее. Лёлечка решила словить хайп, да, на всей этой теме. Громко назвала ролик и думала, вот она сейчас на меня посыпет, как из рога изобилия. Конечно же, посыпят просмотры, посыпят внимание зрителей. Ребята, ну нет. Чудо не произошло. Ролик не зашёл. Просмотры на нём очень маленькие для каналов более чем 600 тысяч. То есть, объективно, ну как, Лёля уже не смотрят, Лёля уже не так интересная. Даже вот этот её плачущий ролик не зашёл. Бешеных комментариев, да, количество там 500-700 тысяч, я тоже не пронаблюдала. Если ещё откинуть дублирующие комментарии там таких, как Фатинова, Ирина Николаевна и все им подобные, так вообще их там полный, полный пшик. Поэтому никто сильно как бы и не горюет за тем, что Лёля уходит с Ютуба. Ну вот так вот это как-то выглядит для меня. Следующий момент, который точно так же, да, меня, ребята, удивил. В её подходе с хозяйством вот она стоит, трендит, бла-бла-бла. Стоит эти два ведра по полмолока, причём именно пунктик у неё почему-то запереть это всё на поверхность, где она готовит эти ведра. Ну тоже разговор не об этом. Пока трендит, но любая хозяйка, которая сталкивается с молоком, знает, что молоко остывает, отделяется сливка. Да и цедить его после этого очень-очень тяжело. Но в случае с Лёлей всё совершенно наоборот. То есть вместо того, чтобы процедить молоко, как это делает стандартно, да, любой человек, который с этим сталкивался, пока оно тёплое, да, пока оно не отстоялось, Лёля стоит и точно так же точит лясы. То есть скорее всего, у неё какая-то отдельная собственная технология. Далее ребята очень смеялась, когда Лёля, и опять-таки смеялась не из-за болезни, смеялась с мамы года, да, которая говорит, у нас либо ОРВИ, ОРЗ, бронхит, пневмония, в общем, не знаю точно, что у нас. Будем обследоваться тогда и будем знать, сколько времени они уже болеют, и Лёля до сих пор не нашла время для того, чтобы обследовать собственных детей. И вы знаете, эпопея этого всего действительно меня добила. Когда Лёля, да, неизвестно, не знает сама, вернее, да, неизвестно, чем больны её дети, попёрла их в кафе. Вот это, да, просто занавес, потому что она им пообещала. Вы знаете, я таких каких-то родителей, недалёких, я не знаю, тупеньких, неадекватных, но, наверное, не встречала в своей жизни. Почему? Потому что всё-таки люблю вокруг себя адекватных и умных людей рядом. Здесь же, ребята, я была в шоке. Первое, да, почему родители никогда болеющих детей, больных детей, да, не вывозят в публичные места? Потому что, первое, не заразить окружающих людей и так же самое, да, чтобы твой ребёнок не заразился ещё больше, не усугубилась его болезнь. И опять-таки, любая болезнь, да, как говорят, лечить постельный режим, тёплое питьё, обильное, какие-то бульончики, ну, в общем, всё в этом духе. Но в случае с Лёлей всё совершенно по-другому. Выперла в пиццерию и будет вам счастье. И вы знаете, вот здесь я посмотрела комментарии и понаходились те фанатики, которые начали кричать, Олечка, какая ты молодец, какая ты заботливая мамочка. И хочется отметить следующее. Интересно бы было на вас посмотреть, хомячки, если бы вот такая вот лёлечка, да, привезла своих болеющих деток в публичное место, а рядышком находились ваши здоровые детки. И вы, как и, да, ничего не подозревающие люди, и ваши бы дети спокойно с ними контактировали. А почему спокойно? Потому что вы бы первые подошли с позиции, да, раз мама их привезла в публичное место, значит, её детки абсолютно здоровы, потому что вы бы пропустили это через себя и понимая, что больного ребёнка вы явно бы не подтянули ни в пиццерию, ни в какую-нибудь развлекалочку, как бы вы ему этого не обещали, как бы вы руководствовались и сказали собственному чаду выздоровеешь, и мы обязательно поедем. И вот интересно, если бы ваши дети заразились от вот такой вот чудо-мамашки, которая вот так вот, да, необдуманно привезла своих детей, потому что пообещала, как бы вы потом восхитились лёлечкой, как супер-женщиной и супер-мамой. А я хочу сказать следующее, это безответственно, это даже где-то подло, это где-то даже непорядочно. Почему? Потому что если твои дети больны, будь добра находиться с ними дома, будь добра лечить своих детей и не выпускать детей, болеющих в публичное место, потому что есть и другие дети, которые не виноваты в том, что ты безответственная, в том, что ты пообещала своим детям пиццерию, и об этом нужно помнить всегда. И вы знаете, ребята, вот дополнительный шок от всего, от чего? Потому что дети болеют, лёля болеет, и при этом во всех магазинах, во всех супермаркетах все ходят без масок. Да, согласна, маска не предохраняет, но она хотя бы работает на выдох. И есть хоть какой-то маленький процент не инфицироваться. И, например, в моём случае, если этот хоть один, пусть это будет 0,0, 1 процента, я этот шанс использую во благо себе и во благо своим детям, в надежде, что ничего не случится. Но в лёличкином случае и это нормально. Нет никакой предосторожности. О каких карантинах может идти речь, если она сама болеющих детей вывозит на покатушке в пиццерию в публичное место. Ну вот так, ребята, это как-то всё выглядит сегодня для меня. Продолжение следует. В следующем ролике я хочу высказать своё мнение по поводу вот этого лёлиного онлайн-образования. И там уже разовьём тему, по поводу того, сколько лёля получила отката за подобное действие, за подобную рекламу. Ну а пока я прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok